Музыка Прервалась запись Второе мая, жалко, что... Нет, не жалко, я тут больше радуюсь, что все, как говорят, сколько можно, май, холодина, вчера шел снег Вот, они все равно против природы умудряются распускаться, видите И так, вы видите, абсолютно здоровое дерево Почему оно так обрезано? Оно маточное, оно жертвенное Его задача давать вот такие черенки Вот такие вот Вот такие черенки, вот такие черенки Вот такие, вот такие Вот такие, видите Для прививок Поэтому Они продержатся лет 15 Ну и слава Богу Кстати, это память Яковлева Так, еще одна память Яковлева Вот, абсолютно здоровая Обратите внимание, видите, снизу торчит ветка Вот, ее почему-то никто не собирается отрезать И то, что выше Вы знаете, как легко загубить тоже грушу, сказать? Сейчас скажу Смотрите внимательно Если отрезать Орезать полагается заподлицо Так Получится, что здесь рана Которая фактически за год, за два Это мои наблюдения Уничтожит это дерево Нельзя Я должен отмерить 50-90 сантиметров Цифра классическая Цифра страшная И отрезать все, что ниже То есть вот эту ветку А теперь вот эту глядите Видите, им не легко Я не говорю, что она вот Почернение, да Это уже некоторое омертление Но Груши такие омертления переживают Эти Это заживает, да? Вот Видите И не дать вам Бог Чтобы Вы вот взяли Вот тут отмерили Это учеба, ребята Вот смотрите Видите, здесь сантиметров 30 Оно тоже обреченное Надо было уничтожить Вот тогда-то Как бы аккуратно ни делали Вот эта страшная рана Убьет ее 100% Вот Ну и наконец Самое главное Для чего они нужны Нижние Внимание По ним сок Ветки А на них листья Листья дают С помощью фотосинтеза Глюкозу Глюкоза идет сюда А дальше куда? Сюда? Нет Сюда Не зная этого Уничтожаются ветки Нижние скелетные А вместе с ними Миллионы, миллионы, миллионы деревьев И хочется запеть песни Миллион, миллион Алых роз Вот что страшно Ну заодно посмотрите Видите Нижняя скелетная ветка Была прибита И здесь испытывается новый сорт Вот он Какой я не смотрю Я посмотрю только тогда Когда на ней повиснут груши До этого посмотрим Вот Ценные, неценные Вот Видите Лучше куполировку Видели Видите Да Заодно То есть Она продолжает играть роль Глюкоза Пошла сюда 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 И к корням И к грибам И к червям И вся Вот эта вот Глюкоза Это подарок от дерева Которая Подземная живность Помогла вырастить Грибы, черви И прочее Помогла вырастить Она Подарки Глюкоза Вот Нельзя Не смейте Я вот только Это одно из моих наблюдений Важнейших Невероятных Это Должно стать Мировой новостью Во всех СМИ Везде и всюду Что вы говорили Нижний скелет на ветке Кормят дерево Прекратите Прекратите геноцид Вот Ну говорят Запоминается обычно Что Последние слова Ну Мы еще Обход Не закончили Так Не закончили Вот Пойдем Даль Будем Заканчивать Вот Вот они Древнитое Сорта Вот это Так называемая Почему так Просто Мелбах Канадская Так А вот это Интересная вещь Тоже знаменитая Это Аленушка Полукультурка Это лучший Полукультурок Посмотрите Как они Нет Не обрезаны Изувечены Почему Черняки Нужны Горькая Правда Вот Ну на этого граду Не смотрите Что с этой стороны Наш сад С той стороны Мы тут Участок Прикупили Вот И Так Сережа Хорошая была Сварог Молодец Правильно Обрезал Выросла Дубина Не дотянуться Вот это Нормальная Обрезка На Получение Черенков Семечки Не нужны Лежат Никто Не покупает И Причем Я эти Семечки Ну-ка Найду ли Хоть Одну Грушку Сейчас Посмотрю Эти Семечки Хотел Найти Вот Вот Видите Я их Даже Перестал Собирать Вот А на Семечки Я это Советую Не как Привой Вот Ветки Но это Для специалистов Для Как их Назвать Для Селекционеров А Семечки Для любого Схожность Великолепная Под 100% Это Готовая Подвойная Супер Морозостойкие Сорта Для Прививок Культурных Груш Самых Кусных Самых Сладких Вот Фаина Посмотрите Как обрезаны Видите Это Только Только Ради Веток Только Ради Них Великолепное Было Дерево Почему Сказ Было Когда-то Такие деревья Начнут Умирать Ну Еще Молодые Им лет По 5-6 Еще Не Скоро Но Начнут Вот Я Этим Хотел Показать Обрезка Специальная Специальная Меня Долбили Эти Самые Обвиняли Потому Что Я Металлург Кстати Я Неплохой Металлург Я Не знаю Почему С Презрением Говорит Что Металлург У Мне Звание Ордена Все У Мне Есть Как Положено В Любом Месте Можете Достатить Чего То Любой Технологии Но Я Другом Вот Они Мне Сами Режете А Запрещаете Людям Резать Где Логика Отличить обрезку для посадки, они не могут отличить от обрезки по уничтожению якобы ненужных веток. Даже разницы не понимают. Смотрите, это дерево предназначено для пересадки, его не купили по обрезку. То, что у него длинный штамп, никто его специально не делал, рано не найдете. Сам таким получился. Вот взял и получился. Прививка вон там, видите, смотрите внимательно. А он себе рос, рос, и никто ему не мешал. Но он взял и вырастил вот так. Тогда я сказал себе, вешаю постоянную бирку, вот это читаем Зугуревская, и пересаживаем, а здесь питомник, пересаживаем его на постоянное место. Вот. Вот это суперсорт, Мичуринский клон Железов. Я уже как-то раз показывал, жаловался. Вот, его по обрезку или купить. Почему? А растет-то как? Ой-ой-ой, как он растет. И он рос, рос, помирать не собирался. Он маленький в горшке по отношению. И вот таким он стал. Что теперь будет? Правильно. Вот. Выкопаем, посадим на постоянное место. Но уже играл роль, смотрите, маточного дерева. Уже играл роль, уже играл роль, уже играл роль. Видите? Уже играл роль, уже играл роль. Вот, мат и вот еще. Он уже даже где-то себя купил. 10 веток продавал по 200 рублей, потом по 150. Сейчас еще пытаюсь в мае, апреле-майе продавать по 100 рублей. Он себя как бы окупил. Но, я не успокоюсь. Мы его выкопаем. Там корни и море. Вот такие отверстия в днище. Они проросли. Он растет, как будто ничего не бывало. Выкопаем вместе с горшком. Горшок аккуратно ликвидируем и посадим. Куда? Внимание! Вот. Видите? Вот это свежие посадки. Они были сделаны совсем недавно. Дня три-четыре назад. Видите? Вот такая обрезка специальная для пересадки. Ради этого были уничтожены абсолютно живые, абсолютно здоровые, деревья. Абсолютно. Вот. Ради того, но меняем уже как? Если это абрикос скосочная культура, то это яблоня. А вот только что за сорта хоть посмотрим. Квинти. Супер сорт из Канады. Я его привез с Украины. Очень крупные, вкуснейшие, ярко-красные яблоки. Вот. Теперь это вынужденное. Вот. Вот эти деревья давали еще, мне давали сотни ведер в прошлой жизни. В перспективе они молодые. Вот это будет лет 25, а может и меньше. Посмотрите. Годовые кольца. Да, молодое дерево. Вот годовые кольца. Вот. И еще бы дало еще сотни ведер. Но эти сотни ведер и эти тысячи косточек никому не нужны. Смотрите внимательно. Мы идем по костям. Видите? В любом месте сада. Внимание. Внимание. В любом месте сада. Посмотрите. Видите? Все. А это при том, что собрано там было четверть миллионок. Четверть миллиона кочек я собрал. Выбросить успею. А почему собрал? Да я как кощей бессмертный. А почему сижу на этих, на сундуках или как там, на банках с ними. А потому что это. Вот. Я как тот Джон неуловимый этот комбой. Помните? Как он называется? Как он называется? А, анекдот. Почему Джон неуловимый? Потому что его никто не ловит. Смотрите внимательно. Вот. Это кроме того, что мы собирали, собирали, собирали. Полностью. Весь сад. Туда. В любом месте. Сейчас я туда не пойду. Но поверьте. Что там. Или уже правду показать, чтобы вы не сомневались. Посмотрите. Видите? И вон, до туда все идет. Так. Сюда все идет. Внимание. Господи, что творится. Сюда смотрите. Так. Ой, я все время забываю. Мне так хочется вам показать настоящих живых червей. Вот. Чтобы мы знали, что почву трогать нельзя. 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 Смотрите. В те разы я вам показывать. А вот сейчас они из-за похолодания ушли под землю. Вот. Идем сюда. Косточки, косточки. Смотрим сюда. Кто сидит за стылью, держитесь. Кто стоит, сядьте. Смотрите. Вот. Гигантское богатство. Гигантское. Гигантское. Невероятное. Немыслимое. Вот. Один из моих червей, он набрал больше всех просмотров. Ну, где-то смешная цифра. Полтора тысячи. А для меня чуть ли не рекорд. Что там за день, за два посмотрел полторы тысячи. И вот называется. Железов топсят ногами миллионы. Да, миллионы. Может даже не рубли, а доллары. Господи. Когда наука проснется? Когда там будут настоящие люди? Еще один ушел из науки. Пишет мне. Константинович, я теперь питомниковод. Частный. Вот. Зовут Максим. Помогите раскрутиться. Помогите. Но. Все это он знал. Но он не приехал это все собирать. Вот. А с питомником занимается. Видите? Куда я не пойду? Смотрите. Все. Дальше уже это. Еще что-то тут показать. Хватит? Или не хватит? А может вы ничего не видите? Это когда надо приблизить вот так. Чтобы вы видели, что здесь на каждом квадратнометре их сотни. Вот. Ну, а дальше до Базарьев. До Базарьев. Вот. Вот. Еще один ушел. Наука не кормит. Вот. Что творится в институтах когда-то знаменитых? То, что я читаю, а вдруг кто-то потом скажет клевета. Я боюсь перекопировать и повторять за теми. Вон, видите? Повторять за теми, кто написал, что институты разорены, институты уничтожены, институты расхвачены. Везде появляются частные лавочки на месте этих кусочков института. Вот так, друзья. Ну что, закончим на этом. Вот. Белка, привет! Белка! У нее исчезли два щенка. Теперь она горюет и ни на что не реагирует. Она мать. Вот. Поэтому, ладно, не буду ее доставать. Вот такие дела. Сейчас буду прививать дальше. Вот. Каждую вот такую ветку я перепривью. Почему? Потому что уже то, чего нет еще в институтах, для меня уже прошлый век. Посмотрите через недельку. Если я сниму еще один фильм, вы увидите. Здесь сплошные мешочки, которыми укрыты прививки. Вот. Это будет массовая, массовая прививки. Все, что подходит. Одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, семь, восемь, девятая, девять. Те, которые, эти, пологие, я не прививаю. Вот. Видите? Вот неудачная прививка прошлого года. Ничего. вот не хочет заставим не может научим все тоже теперь уж точно заканчиваю меня такие обходы тратится большое количество нервов вот любить никого не надо хотя тысячи людей видели не один же фильмов добром десятки видите что творится страшно это за один год можно было всю страну накормить через пять лет сотни тысяч абрикосов не умирающих не сгнивающих покрыли бы всю страну представляете ну кто знает что вот так садить надо вот так и тогда они вечны и обрезку надо делать вот так вот так вот считалось ветка сухая а если бы за подлесос с этим таких несколько ран и деревья умирает ими так тяжело приходится страшно тяжело но вот здесь то это ветка обрезанное ничего не помешало дерево а вот это морозобойны они сами собой потом проходят сами его до нежное дерево да дар небес да пришел с волги вот самый старший она довольно молодой ему лет 8 10 а его потомки уже то есть не взяты ветки были привиты молодежь что уже без едины это морозобойны то есть второе поколение а потом третье откуда берется ведь это прививка на вторых со второго берется ветка а потом с третьего на четвертого ну до того просто вырастить пять лет и все вся страна покрыта полносящими сотнями тысяч абрикосов там где даже не не мечтали об этом вот главное чтоб не вымерзали и не выплевали и не отрезайте вы нижние ветки вот на этом закончу умоляю не отрезайте нижние все пока друзья а то расплачет или начну материться